У меня появилась собачка по названию Венивус. Она запрограммирована, чтобы двигаться со мной на расстояние 10-20 метров, то есть не отпускать меня на большее расстояние и чтобы я не мог приблизиться. Но эту программу можно менять, можно 100 метров или 500 или 10 метров, неважно. Это мы тестируем сейчас интеллект машины и способность интеллекта распознавать образ человека, без спасения которого надо обеспечить, потому что может случайно человек выйти на уровне земли, допустим на дорогу, и машина может его сбить. И неожиданно препятствия появятся, опять же, в виде человека или животного. Поэтому вот я сейчас и продемонстрирую работу этой собачке. Пойдем, пойдем, пойдем за мной. Давай, давай, давай. Видите, я ускорил, она ускорилась. Я замедляюсь. Машина замедлила свой ход. Я остановился. Он остановился. Я могу не поворачивать, пойти назад. То есть она видит меня. И это очень сложно определить, потому что очень много помех. Каждая травинка, каждый цветок, лента, столб, опора, путь, деревья, облака – это все помехи. И это мы с детства, несколько лет, учимся распознавать предметы. Понимать, где стол, где стул, где там собака, кошка, человек, мама, папа. И это обучение проходит достаточно большой период времени. И там очень сложные программы, чтобы уметь распознавать образы. Так вот здесь на фоне помех техническому зрению и искусственному интеллекту очень сложно вычленить из помех на самом деле человека. И потом можно будет показать на экране то, что видит машина. Там сплошные помехи. И где-то там, вот эта точка – это человек. И видите, машина это отрабатывает. И вот эта точка – это отрабатывает. И вот эта точка – это отрабатывает. Не удается обмануть, а? Я потихонечку, давай. Понимает? Я могу спрятаться со столбом. Это очень сложно человека выделить на вот таком, на такой помехе, как столб опора. И, допустим, на её фоне я пойду к машине. Реагирует. Так, я могу спрятаться за помеху. За тот же столб. И, допустим, неожиданно появится. Она реагирует. И вот мы здесь впереди, можно сказать, планеты всей. Ну, в этой части. Конечно, не во всем интеллекте искусственном, не во всех программах управления. Но мы и в остальном будем перейти к планете всей. Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, зачем мы делаем. Мы делаем самый безопасный транспорт. Самый экологически чистый. Самый эффективный. Самый доступный. И по цене самый доступный там по проезду. И с точки зрения логистики. Транспорт будет рядом с человеком. И он будет безопасен для человека. Строй Скайвей. Спасай планету.